Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как быстро? Хороший у тебя слух А то как же Если тебе что-то нужно Ты знаешь, где меня найти Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ну ладно, ну ладно, давно мы с тобой не виделись, как ты поживаешь? Да более-менее Более-менее Заехала бы хоть поужинала с нами, ну ладно, хватит Что было, что было, то прошло, что было, то прошло Я сейчас пытаюсь подготовить Афренду, столько надо сделать, рук не хватает Афренда, а что это такое? Мы собираемся вместе, чтобы почтить память ушедших Родные, друзья Приносим то, что они любили И что может пригодиться им после смерти Думаю, Джеки в первую очередь попросил бы пива И пива тоже будет Могу помочь Грася, смесь Елю Я сама справлюсь Хватит и того, что ты придешь проститься Я бы хотела принять участие в церемонии, но как положено, чтобы не нарушать ваши традиции Так Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба Чтобы почтить его память Ну и что, зато у тебя доброе сердце, Менинья Нужно просто что-нибудь символическое Поищи в его гараже, там, считай, все его прошлое У Джеки был гараж? Раньше он просто держал там мотоцикл А не так давно совсем переехал туда жить Ты там обязательно что-нибудь найдешь Ничего, что я буду трогать его вещи Но, Мейха, он умер А похороны, они для живых, а не для мертвых Вот, возьми ключ Спасибо, мама Уэллс А, да не за что, Ви Это тебе спасибо за твою чуткость Гараж на республиканском проезде АИТВ Привет, Ви Ты здесь одна? Я бы не сказала, что это самое безопасное место в городе Я сижу на этой лестнице с десяти лет Теперь мне двадцать шесть Если бы со мной что-то могло случиться, оно бы давно случилось Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет В последнее время я часто прихожу сюда посидеть Могу час просидеть Это глупо, но я так скучаю по нему Очень скучаю Присядешь? Поболтаем Почему глупо? Это Обычные человеческие чувства Наверно Вы давно были знакомы? Пол жизни Мы выросли в одном районе Виделись чуть ли не каждый день Но никогда не были вместе До прошлого года? Да Это был лучший год в моей жизни Джек про тебя рассказывал Много Говорил, сколько ты для него значишь Прямо так и говорил Скорее всего слова были совсем другие Может быть и другие Но он имел в виду это Серьезно Я рада, что ты узнала настоящего Джеки Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны Но они ошибались Но нет Таким он тоже был Во всем старался видеть хорошее Джек был славный, душа нараспашку И он не боялся жить полной жизнью Хотя у него были свои тараканы А у кого их нет? Вот именно Они и делают нас теми, кто мы есть на самом деле Здесь осталась частичка Джеки А почему ты не зашла? У меня нет ключа Джеки не сделал тебе дубликат Разве вы не настолько близки? Он предлагал, но я не хотела посягать на его личное пространство Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки Мне надо найти что-то, чем он дорожил Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить Думаешь, пока рано? Дело не в этом Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память Так что лучше не надо Джеки был бы рад, если бы ты зашла Это главное Пойдем Зверь, а не мотоцикл Джек чуть не плакал от радости, когда купил его Да уж, Джеки любил тягать железо Это был для него способ медитировать Он говорил, что штанга лучший слушатель Поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких советов Наверное, еще с 2020-го тут висит Хм, мяч с подписью Данте Гонсалеса Он тоже из Хейвуда В баскетбол у нас тут играли все, но Данте был самым лучшим Если не ошибаюсь, он был первым, кто ушел из Валентина Как и Джеки Ага, они оба хотели от жизни чего-то большего Данте теперь капитан НС Блэкаутс Он любил копаться в двигателях Первый раз он сел на мотоцикл в пятнадцать Зная его навыки вождения, удивляюсь, как он не разбился Все полные Его любимая Запас на черный день Не прикасаться Почему? Почему вы не сможете стоять на резерве стратегика? Да? Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится Он говорил, это коллекционные Сейчас таких не выпускают Ну да, именно поэтому они тут и висят Эрнест Хемингуэй По ком звонит колокол? Джеки часто ее перечитывал Перед каждым большим заказом Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд А ты читала? И как тебе? У меня... Как-то руки не дошли Думаю, она хорошо подошла бы для Френды Закрыто Интересно, что там? Его логово, в смысле спальня Наверное, от нее был отдельный ключ Давай посмотрим, может, Джеки его где-то спрятал? А вот и ключ О, Джеки... Это... Мандала? Угу С ней... Долгая история Эй, все хорошо? Ты не представляешь насколько Я однажды сказала Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии Например, с помощью мандала из песка Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок, дом, родовое гнездо Уэлсов, крепость Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала Да, наверное Она... прекрасна Она ужасна Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни Классный кадр Это... отец Джеки? Старый гангстер Из Валентина, конечно Вы знакомы? Нет, мне о нем только рассказывали Но его тут никто добром не вспоминает Кожаный ремень? Память об отце Из детства Этим ремнем он бил и Джеки, и его мать В один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что в следующий раз убьет Папаша попал в больницу, а потом ушел от них Только зачем он его хранил? Видимо, как напоминание Любимая текила Джеки Так он ее и не открыл Нет, амулет на счастье Одна из первых бутылок, которые выпустил Хисус де Абахо Это... который основал Синсон? Их осталось всего сто И все они у самых богатых людей мира А откуда Джеки ее достал? Вроде бы купил у какой-то старушки в Мексике Она ему жаловалась, что Абахо украл у нее рецепт Аквариум? Остался Тако А кто такой Тако? Его рыба, карликовая акула Совсем крошка Мне кажется, они стоят как самолет Не думаю, что он за нее платил Да, точно Самое то для Джеки Ну вот, для Френда уже что-то есть Ну, можешь тут еще походить Хороший сувенир на память Редактор субтитров подогналыг Это подойдет. Вполне. Прямо воплощение Джеки. Нам пора идти. Знаешь, Вия, я еще останусь ненадолго. Попрощаюсь с ним тут. Мама Уэллс все равно не хочет меня видеть. Что между вами произошло? Вы поссорились? Да нет. Просто она не считает меня идеальной невесткой. А что ей в тебе не нравится? Меня зовут не Камилла, и я не бывшая девушка Джеки. Мама Уэллс просто обожала Камиллу. Ясно. Ты должна прийти, Мисти. У тебя есть на это право. Я не хочу мешать маме Уэллс. Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты права. Спасибо, Ви. Так что? Пойдем? Ты не думала уехать из Найт-Сити? Конечно. Однажды даже попробовала. Серьезно? Как это? Собрала вещи и улетела подальше. В Непал. Думала там и остаться. Ну и где-то через неделю поняла, что не могу жить без орущих соседей и машин за окном. Ну и где-то. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, падра. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришла. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет, Ви. Большое спасибо всем, кто пришел. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, девятнадцать. Джеки был Валентина, а у них тогда была война с Мальстремом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали три раза. И все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал, не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится. А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Десканзе инпас, мейхо. Когда я еще ходил в боксерский клуб Бесы Найт-Сити, у нас была такая поговорка. Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут. И это правда. Рука у Джеки была тяжелая. Ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. Двенадцать раундов, дружище. Двенадцать раундов, дружище. Двенадцать раундов, дамп since в boîль Listen. Мы всегда splало. Он напомнил конкур YE, Рэнд direct, дампан anymore. Я еще manufacturers вы дов уехали этого. Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеклом. Я частенько вспоминаю этот день. Началось с того, что он приставил мне ствол к голове. Потом нарисовались местные копы. Наваляли нам обоим. В чем-то по моей вине, в чем-то по его. Выбирались оттуда уже вместе. Через каких-то полчаса мы уже обедали у мамы Уэллс. Оказалось, у нас все-таки было кое-что общее. Принципы. Джеки Уэллс. Он всегда хотел большего. Всегда упорно шел к своей мечте. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал, «Чика, главное в нашем деле – никого не бояться». Ради своих близких он был готов пожертвовать всем. Даже жизнью. Но самое главное – Джеки любил жизнь и не боялся жить. У него была широкая душа. Он не рассуждал, а просто делал. Он всегда смеялся и говорил, что пули его не берут. И что однажды он станет легендой по смерти. Можно сказать, он добился того, чего хотел. Устроил серьезные проблемы некоторым влиятельным людям. И если он смотрит сверху, то, наверное, сейчас показывает им средний палец. Парень из Хейвуда с безумной энергией. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашла время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Пришло так много людей. Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Что? Мисти. Она для него очень много значила. Понимаете меня? Пойдите, пригласите ее на ужин. Это она точно заслужила. Знаешь что? Ты хорошая девушка. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. Вы уверены? Джеки меня убил бы, если бы я его поцарапала. Ну так ты смотри, не поцарапай. Спасибо вам. Я буду его беречь. Обещаю. Куида Тэ Ви. Кампо в депрессии. Говорит, для него это как потерять одного из своих. Мне будет его не хватать. Интересно, будет ли он по тебе так же плакать? Уже не хватает. Чинькаро. Вот только не начинай. Мне сегодня. Мне тоже, Чика. Ой, мне тоже. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. Увидимся. Конечно. Держись, малыш. Может, тебе налить? За Джеки-то. Странно тут как-то. Без Джеки. Мне всё время кажется, что вот я повернусь, а он здесь за стойкой сидит. На своём любимом месте. Вижу, Валентина всё-таки не забыли о Джеки. В такие дни даже самая последняя сволочь вспоминает об уважении. Принципы. У Джеки были принципы. Они помогали ему не споткнуться. Налей. За Джеки. Аминь, сестра. Эй, ты! Выпьешь с нами? За Уэллса. Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе начинали. В Валентина? Нет, блядь. На чтениях в воскресной школе. Хороший он был всё-таки человек. Покойся там с миром, бродер. Такое чувство, что я тебя знаю. Густаво Орта. Яви. Да, слышала тебя. Прими соболезнования, подруга. От меня, Кампо и всех Валентину. Спасибо. Ладно, чего б нет. За Уэллса. Мир его праху. Я боялась, что Лупа не переживёт этого. Она сильная женщина. Эй, эй, чё такое-то? Ты пришёл попрощаться с одним из своих, падре? Я пришёл попрощаться с хорошим человеком. Как там дела на улицах? Мы все пришли сюда не о делах говорить. Прояви уважение. А сам ты хорошо знал Джеки? Я помню, когда его родила мать, когда ушёл его отец, и когда он привёл в свой дом тебя. Да, Ви. Я знал его очень хорошо. Как ты думаешь, падре, Джеки сейчас смотрит на нас сверху, с небес? Уверен, что он предстал перед Богом. И всё? Не знаю, остался ли Бог доволен этой встречей, а вот Джеки наверняка да. До свидания, падре. Иди с Богом. Эй, всё в порядке? Да. Наверное, я просто мысленно до сих пор в его гараже. Не волнуйся за меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...